Сегодня у нас небольшой обзор и покажу, какие сорта начинают окрашиваться на нашем винограднике. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И винодели зовут меня Светлана, я была по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Обзор будет с двух виноградников, и оба эти виноградника расположены в Дзержинском районе Минской области. И прежде чем мы пойдем на нашу экскурсию, следует заметить, что разница с прошлым годом у нас составляет где-то две, а то даже и три недели. Ну а теперь пойдемте смотреть. Итак, сегодня у нас 14 июля, и наш дачный участок. Начинаем с русского раннего. Ягодки оксины начинают желтеть и окрашивать, смотрите, буквально вчера еще все было зеленое, я тут проходила, а уже вот такие появляются розовенькие ягодки. Следующая у нас каталония, ну и здесь такая грозточка небольшая, да, и красится, сначала окрашиваются мелкие ягодки, потом крупные. Они здесь вот уже и крупные начинают краситься, вот здесь рядышком видно розовеет. Сейчас перейдем на плоскость. Вот здесь, смотрите, вообще. Да, еще ягодка не налилась-то полностью, а вот она уже как начинает окрашиваться. Там тоже виден яркий цвет. Уже показывала в формате шортс, но это было пару дней назад, нету ран, смотрите, тоже, насколько все яркое. Да, и тут и ягодка такая немелкая в этом году. Красивые гроздочки довольно крупные, и вообще он тут красится прям, прям очень активно. Это у нас галант, пока окрашиваются только единичные грозди, только-только все начинается. Но, тем не менее, начало положено, тут может пройти пару дней, и уже все будет такое яркое, кстати. Вот единичные, да, говорю, а здесь вот их много. В этом году я пылился так неплохо. Вот, смотрите, там в глубине тоже мы видим уже ягодку в окрасе. Ну, вот кто-то писал в комментариях, что зилга вовсю красится, причем примерно на нашей широте. Ну, а зилга пока еще не красится. Но, смотрите, вот цвет ягоды, он меняется с зеленого на желтый. Да, вот даже видно, наверное, здесь. Я надеюсь, камера передает вот это ягодой зеленый. А вот эти уже такие желтоватые, и начало окраса, в общем-то, будет делом буквально пару дней. Буквально пару дней, просто я уеду. Думаю, что когда я примерно через недельку приеду, то здесь уже будет все яркое и красивое. Ну, вот Лондонуар мне еще только-только-только чуть-чуть начинают. Вот с более синевой стороны, тогда же кажется, как будто ягодка может приболела, какое-то грязненькое такое. Вот здесь, смотрите, вот на этой ягодке видим розовенький бочок. Лондонуар тут нищим не спутать. У него такой характерный пупсик, носик на ягодке. Вот рядом грозди на кузане, у него ягодка кругленькая. А у Лондонуар вот видно, такая слегка вытянутая. И вот эти пупсики, они рукой чувствуются. Ну, вот здесь, если присмотреться, да, то вот на ягодке, то, что я говорила, да, кажется, как будто грязь какая-то. Болезнь, на самом деле, это самое начало окрашивания. Ну, поскольку я уеду, да, то я тут сильно не застану. Так буквально день-два и все это засветится ярким. Ну, видно, но видно, все равно меняется цвет ягоды с такой ярко-зеленой на более желтую, потом уже переходит в синий. Заглянем в тепличку. Это у нас мускат изюмский. Смотрите, какие грозди. Красивые такие, аккуратненькие. И уже ягодка, ну, еще не сильно, но начинает, начинает размягчаться. У нас тут на прививочке, ну, смотрите, какой красивенький. Смотрите, это у нас мускат изюмский на другой прививке. Да, здесь грозди меньше, но мы с вами видим вот розовеющая ягодка. И 15 июля смотрим наш молодой деревенский виноградник. Ну, вот здесь у нас, смотрите, уже как ярко красится Каталония. Несколько ярче, чем на даче. Но какой интересный нюанс есть. Вот это один куст Каталонии. Да, видим, вот какие здесь ягодки яркие. А вот практически с этого же места снимаю. Тут у нас временная шпалера, просто чтобы было видно, что кусты рядышком. Здесь у нас второй кустик Каталонии. И здесь вся ягодка зеленая. То есть, видите, вот рядышком все сидит, да? А какая разница? Может быть, причина в нагрузке. Вот этот куст нагружен больше, тот нагружен меньше. Тут, кстати, по размеру сам себе кустик меньше, да? Но вот ягодка красится раньше. Здесь у нас Виллиант свел на этом участке самым первым. Но, смотрите, еще ничего. Белеют грозди, белеют ягодки. То есть, уже переход цвета от зеленого есть. Но окраса пока еще нет. А вот хасанский босы уже красится. Видим, вот здесь, и вот там, и вот там, на второй плоскости гроздочки. Вот они окрашиваются. Здесь у нас Бриана. И она уже начинает приобретать желтый цвет ягодок. Такой вот. Здесь еще зелененький, а здесь уже такой начинает желтеть. Хотя ягода еще очень твердая. Здесь тоже видно. Да, и лоза, смотрите, тоже желтеет. Всего лишь середина июля. Вот она же со второй плоскости. Да, так. Ну, я надеюсь, что камера передает. Идет яркое такое пожелтение. Ну, вот смотрите, какая интересная гроздочка. Да, как начинает окрашиваться. Вообще, это должно быть гранатовая магарача. Но пока что меня немножко терзают сомнения. Гранатовая магарача вроде как ягода круглая. А здесь вытянутая. Ну, посмотрим, когда созреет полностью. Тогда увидим, что это. И поймем. То, что надо, либо пересолить. Вот, повыше гроздочка. Тоже видно, что красится. Ну, от этих людей у нас... Вот, если это будет пересорт, то это будет второй пересорт уже. И смотрите, кто еще у нас тут красится. Красится хэллоуинчик. Так, прикольно, как ягодка совсем очень маленькая, да? А уже пупсики начинают окрашиваться. Ну, кстати, вот разные сорта по-разному. Есть те, кто полностью наливает ягоду, потом уходит в окрас. А есть те, кто вот на совсем маленькой ягодке, да? А уже начинает окрашиваться. Ну, остальное наливает ягоду. Впрочем, пройдет совсем немного времени. Наш виноградник раскрасится яркими красками. Сезон в этом году ожидается ранний. Самое главное, чтобы погода и природа были к нам милостивы. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет к концу августа. И наши контакты. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»